и всем привет вы на канале один потолок меня зовут алексей за рулем ростислав и сегодня у нас обзор на как мне кажется такое себе решение это световая линия от люми ноти гоплайн я вообще честно говоря не очень хотел снимать этот обзор но рост гайд раз мы уже время потратили все уже уже снимаем можете одеваться некуда что это из себя представляет световая линия на базе грубо я просто алюминиевого бокса по краям грубо говоря здесь и здесь установлен профиль евро краб всем известно вот и все таким вот образом мы затягиваем получаем вот такую черную от бортов как мы к ней вообще пришли но во первых это эксклюзив на сегодняшний день на рынке ничего пока другого нету есть приближенная сейчас покажу и у нас был по ней объект заказчика и захотел мы в любом случае все новинки сначала катаем здесь потом поставим там вот поэтому мы собрали мини версию того чтобы ставили на объекте на объекте честно вам скажу это смотрелось в разы лучше на объекте нам не понравилось потому что седак она большая моделька но она лучше смотрится здесь все маленькое такое очень неудобно тянуть и я вижу огрехи и всего так вот вблизи стою и конечно если она мне нравится меньше но все-таки погнали значит теперь что мне не нравится но первое самое мне кажется ужасно это вот этот поликарбонат выключите он вообще никак не закрепляется то есть ну вот таким вот образом просто укладывается то есть вы понимаете нормально его зарезать там отцентровать что-то еще это ну это довольно сложно второй момент вы должны понимать монтажники вы должны понимать то что натяжка я думаю все со мной согласятся вот есть не согласно напишите в комментах но я думаю все согласятся то что натяжка раз на раз не приходится все зависит от того насколько вы прогрели конкретно это полотно как вам его исполнило производство там какая фаза луны сегодня и так далее вы знаете то что вы один день можете тянуть внешним там на крабе он вас станет идеально а на следующий день будете там с линзой бороться полчаса и здесь надо понимать то что даже при такой фигуре это полотно помнить второе по счету но в первый раз мы просто с производством друг друга недопоняли и нам сделали не в размер и скорее всего на объекте вы тоже этим будет сталкиваться к чему это рассказываю эта линия не может не имеет заглушек то есть она либо от цены до стены стоит ну тогда понятно натяжка простая либо если у вас такая вот замкнутая фигура это квадрат либо прямоугольник хотя на октагоны тоже можно исполнить ну да да есть какая-то такая ломаная прямая фигура нет острого острого да ну короче до отдельно отдельно стоящая фигура то что вы будете скорее всего возиться с углами то что эти углы видно случай когда у нас внешний угол на стене да там как-то его еще вот ну даже если у вас там что-то внутри осталось как-то его еще не видно здесь же видно все здесь надо очень по ним заморочиться и даже здесь на этом стенде наши углы все равно не идеально вот просто мне настолько не хотелось на нее время тратить как бы тут легко уже затянул я говорю все оставляю уже по ней так снимем не будем ее мучить мое мнение не знаю очень поспорь со мной вот есть слот каньон нам ненужный слот каньон мы его от того момента как отсняли моего ни разу нигде не установили то есть к нему запросов нет мы недавно слот моушен кстати сняли а вчера мы с николаем для заказчика продумывали как ему сделать слот моушен то есть тут же по нему там заказ пошел вот эту штуку отсняли уже почти ну полгода назад точно даже больше не год никто ее ни разу еще не заказал почему она довольно дорогая скорее всего из-за этого так задумка интересная то есть весь здесь можно рассеивать или установить как сверху так и снизу прикольно тебя получится такой направленный свет ну красиво будет здорово плюс отбортовка такая черная здесь демпферная система имеет заглушки а цена та же самая вот эта история стоит 2 200 вот эта история стоит 2 там 340 вот типа того поэтому надо понимать то все таки если у вас есть вот вы хотите такую линию черной отбортовкой я бы для себя вот наверное вот сюда бы смотрел в эту сторону визуально вот это лучше выглядит современную островная тихо эстетично круто очень необычно такого решения ни у кого нет вообще то что нету да согласен но вот это тоже хорошо выглядит если она у тебя будет грубо говоря утоплена я затянуто полотно тебя будет пучок света такой направленный будет если какие-то узкие коридоры даже не узкие коридоры там где-то на столешнице и делать вот мне кажется здорово прикольно зачем переплачивать и можем поставить стау линию обычную не это не путай обычность давай линию тебя угол россии у меня там вот а здесь будет направленный пучок ну плюс черная бортовка на обычно световой линии такого не будет и поликарбоната никаких торцов не видно хоть тоже обычная вот я себе в доме световые линии не ставлю но 1 я их уже переел на работе я на устал на них смотреть везде а второе ну давай будем реалисты выключить то что торцы световой линии понятно мы пришли к способу как их делать максимально аккуратно и так далее но они все равно никогда не идеальны вот эти стыковки между собой ну понятно есть почему но допустим здесь смотри вот смотри вот это одеваешь туда вставляешь под низ тем не менее все равно это знаешь как они ну ты не можешь их назвать идеальными то есть при ближайшем там рассмотрении понятно что никто ни когда ближайший не будет смотреть но вот здесь этот рассеиватель во первых он сам по себе лучше рассеивается не подожди так если ты сделаешь сейчас такую же систему как и на этом у тебя будет мне кажется даже хуже потому что это он у меня базы пазах заходите внутрь а вот это непосредственно вот эта часть она отодвигается и вот внутрь забегает тем самым убирает вообще шов то есть здесь в разрезе ты не видишь вот расстояние а здесь все будет впритык впритык в одном уровне его здесь у меня будет в пазах и внутри не попадешь все равно ты ну там будешь стараться но получается если она уже торцевая то есть где-то там тебя будет больше где-то не хотя то что она может гнется из-за того что можно ее там согнуть и в распор поставить короче давай так я как мастер заказчику сам бы ее но не рекомендовал типа поставьте новая штука мега крутая вот она вам нужна вот это говорит потому что как мастер она по визуально она про очень круто смотрит оставьте мне то что я хочу не будет продаваться то что не интересно мастерам вот если мастеру и неудобно ставить это костыли и и надо где-то рожать плохо выглядит есть сложности с установкой там что-то еще что-то еще мастера это не будут ставить вот и все правильно но если заказчик одно и то же слышит во всех организациях фирмах и у всех все одинаково а здесь как раз и эксклюзив такой никто не ставим саму ты выделяешься время просто знать никто не будет как у тебя может быть эксклюзив у заказчика если вот и к нему пришел что-то им предложил то он поставит не знаю должен вообще все все знать все ставить ты нет ты не должен нет ничего подобного ты не должен создать оставить ты должен выбрать на рынке лучше по соотношению цены качества визуала доступности обслуживания и предложить это заказчику а если ставить просто все то что выходит у нас на рынок потолочников ты там просто хреней шопер не мышь мы-то все с тобой знаем но основная масса народа на просто хреницет изучать без остановки мы с тобой как бы этим только работаем мы это все снимаем изучаем смотрим как бы нам надо быть в тренде обычный монтажник он просто с ума сойдет быть постоянно в тренде он только этим должен заниматься днем и ночью он не сможет точно все это ставить у него просто не таких у стендов там что-то изучить ты же сам понимаешь что что часть того что выходит реально бестолковые вещи либо повторяют уже существующие вещи так ну понятно вот это решение только одно таких больше нету на сегодняшний да подожди сейчас вот дай полгода сейчас кто-нибудь еще очень замутят сейчас flexi возьмет такой же бокс к нему изик в двух сторон поставят нормально все будет не таки си изик он будет торчать и когда ты будешь разрезать полотно мне не будешь ты так же закатывать ну ты очень сложно заказывать особенно в углах хорошо как мод недавно моушен закатывали когда у нас крючки торчали мы их че-то провернули а потом правильно и выдвигая но это то же самое ты будешь вырезать аккуратно и закатывать ничего все все будет решаемо все нормально здесь ты у тебя вот угол как-то здесь ты прорежешь так и должен это запихать вам под напряжением может порваться это очень больше плюс-минус костыль вот плюс-минус костыль то есть как бы поставить можно и выглядит хорошо да но то что это прям ставить на каждый на постоянку и обучить это там все свои бригады ну чё там ставить ну как здесь все отлично для тебя и для меня что там ставить нет я тебе говорю про 80 процентов монтажеров мы даже вот как раз на объекте вот на этом там у нас был такой нюанс что мы заказали профиля по два метра вот не рассчитали что поликармона тоже идет кратно двух метров и получается у нас на одной полосе соединены два рассеивателя и даже не видно даже сам тоже не заметил при включенном сеть и выключенном то есть если ты здесь тоже соединишь рассеиватель его тоже не вещи это не говорит о том то что так надо делать это говорит о том то что конкретно мы там грубо говоря промахнулись но ты даже это не заметил заказчиками не занять но тем ни менее все равно то есть это не говорит о том то что это какой-то плюс это просто ну не заметили хорошо выглядит там и углы хорошо стояли может то что как раз этот на высоте потолка саде понятно здесь мы с тобой в упор ставим смотрим конечно там аналогов мне нравится эти вот углы лишь то есть они и ставить не притык притык чтобы нахлёст они очень тонкие поликарбонат ну отсюда я вижу то что он стоит нахлёст вот отсюда на объекте на высоте там 270 ты не увидишь 260 вот но тем не менее еще раз говорю если бы я выбирал что себе поставить дом я бы поставил каньон при той же стане я вообще ничего за этого не поставил но вот если надо выбрать из двух я поставил каньон вот и все напишите в комментариях за кого вы всем пока до свидания